здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу вам показать способ как можно слепить вот такую розу без проволоки без вырубок без вайнеров то есть этот способ идеален мне кажется для тех кто вот только-только начал заниматься кондитеркой да не имеет особых каких-то навыков по лепке цветов то есть способ реально безумно прост а вот смотрите как красиво смотрится да и все это очень 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 просто и вот очень плохо что конечно камеру здесь немножко не передает наверное не увидите то есть у розы даже есть структура прожилочки все это я вам покажу расскажу так что подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик для того чтобы не пропустить новые видео и начинаем итак берем мастику я беру красного цвета хорошенечко ее разминаем чтобы она была достаточно хорошо мягенькая и катаем вот такую колбаску скатываем колбаску и теперь нам нужно разделить эту колбаску как минимум на 11 частей где приблизительно на 11 равных частей чем больше у вас будет кусочек тем больше будет ваша роза то есть я буду делать такое средняя что у меня тут получилось теперь эти кусочки скатываем мне кажется маловато знаете я сделаю побольше так на такие вот катаем шарики то есть сильно там идеальную какую-то форму не нужно просто скатали шарик и все опять же чем больше будет лепесточков тем больше будет наша роза я хочу сделать такой не сильно маленькую поэтому все таки добавлю сейчас еще мастички так скатали наши шарики теперь берем любую вещь которая может участвовать как пресс то есть если у вас нету утюжка то можно использовать например там широкую линейку или еще что-то в этом роде главное чтобы поверхность была такая чтоб не прилипала к не мастика и все и так берем наш шарик и просто прижимаем вот просто прижали все отложили и так делаем с каждым шариком чем больше вы давите тем больше в итоге будет наш лепесточек так что смотрите сами те что поменьше можно использовать их как для начала бутона те что побольше потом можно использовать как уже больше концу бутончика то есть способ не требующий практически никаких вложений девочки которые только-только начинают заниматься да то есть ну как бы нету сразу всех финансов чтобы сразу купить столько всего а цветы достаточно популярная вещь на тортике и многие даже в принципе не начинают все с этого то есть как бы хочется сделать именно торт цветами но по крайней мере у меня было тоже вот так я увидела загорелась мне понравилась идея я решила надо сделать так смотрите сделали дальше что мы делаем берем наш пресс и как бы вытягиваем то есть нажали уклон остается обязательно то есть не прямо а именно под углом и как бы растянули видите вот листик у нас смотрите как видеть хотим больше растянули еще сделали потоньше и так растягиваем если что можно так ручками помочь то есть некритично мастика у меня здесь самая обычная простая тот продукт то есть никаких тут тоже опять же дорогих мастик не надо все это очень-очень просто и легко я конечно не знаю получится ли это с домашней мастики но вот с этой очень хорошо получается главное надо это делать быстро потому что у меня дома очень жарко и мастика просто начинает сохнуть мастик главное как говорится чтобы вот у вас оставался вот этот угол здесь толще-тоньше то ли толще здесь тоньше да вот видите вообще прям тончайший и так вытянули теперь смотрим какие у нас листики поменьше и делаем вот такую махинацию то есть наши руки они имеют до прожилочки то есть вот это все придает розе как бы реалистичность некую то есть в любом случае мы сильно не добьемся но благодаря тому что будет оттиск она будет казаться все-таки более живой и так взяли положили и придавили вот видите остался вот тиск она то есть такая вот структура появилась хорошо начинаем закручивать бутончик закручиваем хорошенечко давим чтобы и заодно наш край станет потоньше теперь 3 лепесточка вместе как бы один в один вставляем стараемся хорошо как можно сильнее нажать во-первых край будет тоньше и текстура будет лучше наших рук это это можно не делать в принципе если как бы вы не заморачиваетесь на эту тему то можно это просто пропустить этот шаг тут еще конечно зависит от того какие у вас руки например у меня холодные руки и мастика к рукам вообще очень очень редко прилипает если у вас не получается она тупо просто липнет либо подождите когда мастика мастика слегка подстынет до после ваших рук и вы сможете сделать такое либо тогда пропускать шаг потому что как бы в принципе можно работать перчатках но перчаток как раз тут и не будет того что нам надо итак идем дальше опять слегка прижали пальчиком и складываем опять нашу розу складываем складываем в принципе мне кажется все даже не буду туда тратить итак розу собрали вот она аккуратненько теперь прижимаем по основанию бутончика такими легкими движениями главное чтоб мастику как бы между собой подсоединить если переживаете что не соединиться то тогда лучше всего смазывать клеем или водичкой то есть процессе когда мы складываем лепесточки я считаю что не это не надо мастика довольно таки хорошо клеится и так вытягиваем видите наши роза раскрывается теперь смотрите можно сделать загнуть для большей реалистичности до лепесточки можно опять же не делать я иногда мне хочется даже чтобы этого не было но вам покажу то есть вот так в самом самом в принципе в самой серединке обычно у розы редко когда завиваются лепесточки то есть это уже более раскрытые лепесточки так что смотрите как вам нравится так все смотрите вот сделали вытягиваем вытягиваем и теперь делаем вот так одеваем нашу шпажечку на розу такую как бы дырочку сделали шпажку вытащили и дырочка осталась все смотрите бутончик готов если вам не нужен то есть бутон на проволоке а вы просто ставите на тортик то в принципе уже все вот розочка готова можно ее просто поставить на тортик если вы сделаете здесь срез под углом то она отлично будет вот так вот на тортике то есть можно создать целую композицию но мы делаем все-таки розу на ножки поэтому продолжаем пока наша роза слегка остывает переходим к следующему этапу и так смотрите важный момент если у вас есть тейп-лента то мы сделаем тогда розу которая будет вот с листочком если тейп-ленты нет то к сожалению так не получится но в любом случае без тейп-ленты можно сделать да просто розу вот так положить а листик положить рядом и ну приклеить его к ножке если тейп-ленты нет значит берем акварель любую и красим нашу с той зубочистку уже говорю шпажку под цвет стебля дальше так как я работаю с тейп-лентой берем тейп-ленту и обматываем нашу шпажечку просто даже я знаю по себе когда я только-только начинала то есть реально даже тейп-ленту не знала где купить а хотела сделать розы и так сделали обернули смотрим теперь чтобы мастика который мы будем пользоваться для нашей ножки и листочка была примерно одинакового цвета у меня видите она все-таки различать немножко поэтому я хочу ее погасить то есть для этого беру кусочек мастики черного цвета отщипываем смешиваем и хотя бы приблизительно задаем цвет чтобы они были одинаковы как бы не было так что до лепесточек у нас ярко салатовый какой-то основание у нас будет очень темная то есть приблизительно хотя бы нужно добиться более менее одинакового цвета с цветом нашей палочки так помешали что мне тут еще чуть-чуть и будет готова все цвет тушили практически одевать и так теперь следующий нюанс одеваем нашу розу на шпажку если у вас есть клей значит можно смочить клеем если клей нет можно смотить водичкой если не хотите можно вообще ничем не смазывать в принципе оно и так все держится и так взяли немножечко руками как бы прижимаем нашу розу но при этом аккуратненько без фанатизма бутончик у меня получился довольно таки тяжеленький конечно в таком случае лучше всего дать розе подсохнуть так как у нас эфир все-таки не резиновый мы не будем ждать сделали положу я ее вот так и теперь делаем в нашей розе вот такой помпончик плодоножку не знаю как сказать правильно так взяли кусочек мастики скатали в такую колбаску и приложили ее сюда к нашему основанию так лишний отрез так сильно я прям прям там уж не жму так сделали это немножечко прижали все кладу свою розу так и теперь у нашей розы есть еще вот такие да листики опять же конечно кто занимается цветами у всех есть вырубки это не проблема но мы делаем все-таки для начинающих поэтому все делаем сами без всяких вырубок и так берем катаем колбаску сейчас я его чуть ниже к камеру пущу и отщипываем 5 небольших вот таких кусочков мастики и делаем вот такие вот капельки примерно одинакового размера то есть опять же чем больше будет ваша капелька тем больше будет наш листик тут опять же можно заморочиться и сделать об этом сейчас чуть позже я делать этого не буду но вам все равно покажу и так сделали пять наших капель можно опять же прижать прижали и вот так вот аккуратненько пальчиком сделали тоньше край видите край такой вообще тонюсенький и так сделали теперь теперь берем нашу розу смачиваем примерные места где будут наши лепесточки так начинаем их приклеивать я тут совсем заболталась не увидела что ну намазали просто клеем где место где будут наши листочки приклеили теперь берем стек и как бы к бутончику это все дело приклеиваем приклеиваем на 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 и опять же можно заморочиться и здесь еще сделать такие вот резики будет еще более натурально все смотреться но я этого делать не буду в принципе вы поняли так это мы сделали положили нашу розу и теперь по поводу листика если у вас нету тейп-ленты то можно конечно сделать вот так то есть берем кусочек мастики катаем вот капельку прижали 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 прессом утончаем так же как мы утончили там можно опять же придать до текстуру вот видите появляется у нас и теперь делаем вот такие вот небольшие надрезы чтобы имитировать листочек то есть как видите вложений реально никаких но если только тейп-лент купить так все сделали наш листочек как бы вы с часами да то есть чтобы было видно так еще я сделаю немножко потому что вот я понимаю что то есть как бы сама живу в небольшом городе и люди которые живут в небольших городах к сожалению их нету магазинов да для кондитерки и приходится приходится все заказывать через интернет и это очень долго и не всегда дешево поэтому очень хороший вариантик или если например у вас закончилось и срочно нужно и так тогда берем а так вот если нету тейп-ленты значит делаем вот так приклеиваем да и и роза на тортике может лежать и в принципе очень даже ничего будет смотреться если сделать например несколько листочков будет очень даже неплохо если возможность все таки тейп-ленты купить есть следующий способ берем нашу зубочистку и начинаем ее обматывать обматывая примерно до середины далее берем смотрим где у нас примерно вы хотите чтобы лепесточек у розы да ну вот мне кажется вот здесь например я так хочу и начинаем дальше все это дело обматывать как бы наша зубочистка вот видите мы ее сюда спрятали то есть если будет несколько листиков значит прицепляем еще и еще как бы наращиваем и что мы делаем теперь отодвигаем нашу зубочистку она ломается это ничего страшного мы ее подламываем для того чтобы сделать такой сгиб как проволоки можно сделать легко до согнули намазали клеем так клеем намазали и теперь прикладываем наш нет извиняюсь берем еще небольшой кусочек мастики прикладываем его к тейп-ленте создаем такую подложку ее опять же смазываем клеем и уже на эту подложку прикладываем наш листик листик приложили и теперь рисуем жилки прожилки это можно и сразу сделать то есть смотрите сами просто руками очень часто много всего заминается поэтому я вот решила что лучше все таки так до да ну и теперь розочки нашей надо дать полежать то есть розу положили и даем высохнуть лепесточку надо еще вот так вот здесь отжать но более будет естественно смотреться и все наша роза готова то есть реально да я не скажешь с первого раза что роза сделана без проволоки без молда без вырубок то есть вот к сожалению на моим вот она высохла уже не так видно вот эти вот текстуру но на вот этой розочки уже мне кажется здесь вот видите текстура то есть смотрится очень шикарно для тех кто начинает мне кажется это вообще идеальный вариант то есть без создания без вложений каких-либо то есть мастику в любом случае вы купили да все остальное можно сказать практически с подручных средств а если вот заморочиться и сделать вот еще вот здесь вот эти вот все надрезики то ну просто шикарно просто шикарно так вот да то есть чем больше мы заморачиваемся тем более натурально смотрится наша розочка надеюсь данное видео было вам полезно и оно вам понравилось пишите пожалуйста ваши комментарии очень интересно знать чтобы вы хотели еще увидеть на моем канале также конечно же нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет еще очень много всего интересного всем пока пока